Повторяю, ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, по графику. Путин подписал указ о призыве срочников в России. Согласно опубликованному Минобороны страны-агрессора указу, осенний призыв в России продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года. За это время в армию должны призвать 133 тысячи. Человек в возрасте от 18 до 30 лет. Русская служба BBC напомнила, что с этого года в России впервые проходит призыв с повышенной границей призывного возраста. Раньше было не до 30, а до 27 лет. На словах российские срочники не принимают участие в боевых действиях, а как на деле, все увидели в Курской области. А дули, просто нагло обманули. Кинули просто. Грубо кинули. Цинично обманули. Уважаемые товарищи, 1 октября начинается осенний призыв и сегодня мы проводим брифинг, посвященный его началу. Прежде всего подведу итоги предыдущего весеннего призыва. Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы, вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 150 тысяч человек. Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 15 рейсов самолетов авиации и вооруженных сил и 14 воинских эшелонов. Все призывники на путь следования обеспечивались рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано питание в вагонах и ресторанах. СМЕХ Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Наиболее организованные мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия, Северной Осетии, Алания, Татарстан, Башкортостан, Карелия, Ставропольском и Краснодарском краях, Сахалинской, Новгородской, Брянской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и городе Москве. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут. Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. В рамках осеннего призыва, который пройдет с 1 октября по 31 декабря, срочники не будут привлекаться для участия в выполнении задач СВО на оккупированных территориях Украины, замначальника ГОМУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Цемлянский на брифинге. При этом о новых территориях Украины в Курской области ничего не сказано. То есть любой срочник, призванный с 1 октября, может быть направлен в Курскую область. И нет никаких решений, которые бы это ограничивали. Имейте это в виду, когда вам или вашим родным приходит повестка. Отмечу, что начиная с 15 октября приступит к работе прямая телефонная линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснение по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам. В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать. Орловская область. Пенсионерка отправила двоих сыновей на войну. И теперь жалуются, что дрова никто не привозит. И двое мальчиков у меня было. Алексей и Роман. Алексей старший, ему 50. А Ромке 18 апреля исполнилось 43 года только. Сколько время было, когда не привозили, когда не было тропы? А вот и как зима кончилась и не привозили. Старший сын в 50 лет слез на конец печи и говорит, знаешь, мама, хватит уже веником полы подметать. Я, мама, поеду контракт подпишу. Говорят, 2 миллиона рублей платят. А вода как у вас? Калодец был. Раньше учителем работала я. 40 лет проработал учительницей. Обалдеть. Человек учителем проработал 40 лет. В самой богатой, полезной и ископаемой стране мира. И в 21 веке до сих пор воду пьет из ведра. Это не нравится никому. Вот такие тапочки выдали мужчине. В пункте временного размещения. Где живут эвакуированные из Курской области. Журналист Дмитрий Кользев. Посчитал, сколько детских садиков, школ, больниц и дорог можно построить на те деньги, которые Путин тратит на войну с Украиной. 12,2 триллиона рублей. Это сумма, которую Россия потратит на военные нужды в 2025 году. Что мы потеряем от такого увеличения военных расходов? В сентябре в Казани открыли вот такую школу за 2,5 миллиарда. На эти деньги их можно было построить по всей России 4400 штук. Или вот новая огромная поликлиника в Екатеринбурге за 2,8 миллиарда рублей. Таких можно было построить как минимум 3400 штук. Власти могли открыть 16 480 вот таких детских садов. Или проложить таких четырехполосных дорог 54 тысячи километров. Но Путин пустит все эти деньги на войну, разрушение, гибель украинцев и россиян. И, судя по новому бюджету, останавливаться он не намерен. Правильно Немцов говорил. Он пока страну не уничтожит, не успокоится. Я бы отвез каждого пути раста посмотреть на то, что мы сделали в Украине. Молчать больше нельзя. Они и в меня стреляют тоже. Артур Смоленинов, чиновший из Управления социальной политики Липецкой области. Украли фотографию военного Великобритании и распечатали в своих агитматериалах. Мы всегда это делали и делаем сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok